Всем привет! Меня зовут Катя. Спасибо, что заглянули ко мне. Я продолжаю мою игру расхламления за 30 дней. Сегодня у меня пятый день. Я иду с обратной стороны. У меня 26 вещей. И снова у меня, как и вчера, немножко такое присутствие чувства, что вроде бы жалко выбросить, потому что может быть пригодится. Но я просто как бы расставляю приоритеты, понимаю, что вещи годами не использовала и использовать не буду. И поэтому от них избавляюсь. И поскольку сейчас тоже рабочие дни, у меня не получается как-то основательно подойти прямо, допустим, к каким-то по категориям. Поэтому я просто в комнате по ближайшим каким-то ящикам все разбираю, то, что есть, и смотрю. Это все равно будет лучше, чем эти вещи просто останутся. Так что системы как таковой нет, но потихонечку избавляюсь от этих ненужных вещей. Если вам интересна эта тема, приглашаю к просмотру. И начну сегодня с мелочей. Избавлюсь вот от этой резинки, потому что это резинка Light. Я никогда такую не использую. Если использую, то Medium или которая для самой тяжелой. Поэтому она просто лежит всегда и никогда не используется. Вот такая повязка тоже на голову. Я ее когда-то носила в какой-то год, но она очень неудобная, потому что все время с ушей слезает. И не хочу такой дискомфорт, поэтому тоже от нее избавлюсь. Чехол для очков. Это дочка тоже дала. У нее этих очков больше нет, а чехол остался. И нет смысла его хранить, потому что каждые новые очки бывают со своим чехлом. Вот такие вещи тоже у меня. Я люблю носить с собой свой чай, потом я откладываю его сколько-то, и он у меня валяется тоже в сумке. Проходит время, потом я беру новый. В общем, вот тоже такое, что нахожу, от такого избавляюсь. Потому что потом мне всегда кажется, что я его все-таки выпью. Но потом появляется новый чай, и я никогда его не выпиваю. Две кисточки, которые я вообще никогда не использую. Это у меня еще, наверное, это уже лет, я не знаю сколько, 10. И никогда я ее не использую, поэтому она просто пылится. Тоже избавляюсь. Страшный карандаш. Такой я даже не храню, потому что у меня есть нормальные карандаши. Я иногда люблю порисовать, а это какой-то, не знаю, откуда он завалялся. И то же самое, такая же ручка, которая тоже уже не пишет, но где-то валялась в каком-то ящике. Вот, снова по рукоделию прошлась. Раньше я делала браслетики, и мне нужна была такая вот резиночка. Но поскольку она тоже стоит очень много лет, я чувствую, как она тянется и не до конца стягивается обратно. Поэтому, если делать какие-то браслеты, то они быстро придут в негодность, потому что она не будет держать хорошо форму. Поэтому я тоже, вот она даже пожелтела вся. Поэтому я тоже от этой штуки избавляюсь. Какой-то старый пультик от него тоже. Какой-то старый ненужный ключ непонятно от чего. И вот эти мелочи, кстати, они бывают вот так по ящикам тоже валяются, если ни в какой-то, ни в коробке, нигде, как-то по углам. И тоже из той же серии кажется, что когда-то пригодится. Вот хочу от всего этого избавиться в первую очередь. Браслет тоже, который я уже носить не буду, потому что этот, даже не знаю, не уверена, кварц ли это настоящий. Но он потрескался и как-то меня не привлекает больше. Остатки тонального крема японского я приобрела целый. Мне вот этот понравился, Рэй, очень. Поэтому не нужна этот пробник. Тоже вот такая коробочка. Не коробочка, а пакетик с такими всякими какими-то бусинками, цепочками, что тоже всегда кажется, вот, буду какой-то подарок запаковывать, украшу. Но чаще всего это не используется. И так валяется и копится. Годами тоже избавлюсь. И здесь тоже еще какие-то старые бусинки, которые тоже не используются. Остатки средства, ароматного средства для свечей. Тоже уже не буду использовать. Коробка, которая лежала огромная. Тут даже сейчас не будет, наверное, видно. Но она большая, прям большая, вот такая. Которая тоже лежала на всякий случай. Может что-то сложить или упаковать. Но поскольку периодически какие-то покупки из этого магазина происходят, то коробки периодически появляются. Поэтому, чтобы она просто не занимала места, я в переработку ее сегодня же отнесу. Тоже с книжной полки еще уходит несколько книг. Тоже мы перечитали их. Тоже в наш домик с книгами уйдут. И еще несколько вещей. Это вещи совсем новые, но я сразу от них избавляюсь. Потому что тоже думала, может быть, потом надену когда-нибудь. Это спортивные леггинсы. И немножко маленькие. Не немножко маленькие, а просто маленькие перчатки для меня. Старая, когда-то очень любимая кофта. Но уже заношенная. И старое полотенце тоже. Так что сегодня у меня 26 вещей. С радостью и благодарностью избавляюсь. И освобождаю пространство. Большое спасибо, что досмотрели. И тогда до новых встреч. Пока-пока.